Только что увидел на ютубе интервью, которое взяла Фарида Курбан-Галеева. Это бывшая ведущая одного из центральных российских телеканалов у Лилии Гильдеевой. Лилия Гильдеева это бывшая ведущая новостей на канале НТВ. Она тоже уволилась в 2022 году. Они обе уволились после начала войны. И в этом интервью, по сути, я его целиком не смотрел, так частично посмотрел. Они там просто лижут друг другу жопы, по сути. И рассказывают друг другу, какие они чистые и благородные. И как они пострадали за правду. И как их высокие моральные стандарты не позволили им работать на пропаганду войны. Это те люди, которые, повторяю, до 2022 года работали на российских телеканалах ведущими новостей. То есть это, по сути, те люди, которые довели ситуацию до начала войны. Помогли российской власти довести ситуацию до начала войны. Активно разжигали пожар. А когда пожар начался, они убежали из этого дома. И сейчас рассказывают друг другу, как они против этого пожара. Больше всего меня выбесил один из комментариев под этим видео, очень такой залайканный. Говорит, вот какая она чистая, благородная вся. Какая молодец. Не то, что эти, которые там донаты просят. Вот, я сказать, она донаты не просит. Явный намек на ФБК, да? То есть люди, которые боролись с Путиным, пытались, призывали, орали, валялись в ногах у других, показывали, кто такой Путин. Боролись с ним, как могли. Не получали никаких денег из бюджета. Подвергались репрессиям, подвергались избиениям, обыскам. Их сажали. Их травили, да? Убивали. Вот эти люди оказались нехорошие, потому что они просят донаты, да? А вот эти суки, блядь, которые получали деньги из бюджета за пропаганду, сейчас быстренько перекрасились. Сейчас начнут всем рассказывать, как они всегда были против Путина, да? Какие они чистые и благородные. При этом ни разу не признав свои ошибки, не признав свои ответственности, не попытавшись как-то оправдаться, как-то попросить прощения, да? Вот они чистые и благородные. И вот эти вот, блядь, уроды, залайкали вот этот комментарий. Вот это меня бесит, блядь. Потому что сейчас люди, которые своей кровью, своей свободой, своим здоровьем, своими жизнями, да, пробивали. Вот это вот, боролись с Путиным. Их сейчас задвинут назад. И вот эти вот курицы, блядь, нахуй, которые пишут такие комментарии, да? Им приятно такие люди, как Лилия Гильдеева. Потому что, когда они смотрят на Лилию Гильдеева, они смотрят и видят себя. Им приятно увидеть, что Лилию Гильдеева оправдывают. Потому что, если они это увидят, они поймут, что их тоже оправдают. Как бы, что они тоже, как бы, они чувствуют, что они одной крови. Что они, как бы, в одной позиции находятся. Им приятно видеть, что таких же, как они, оправдывают, да? И их, как бы, сейчас будут носить на руках, понимаете? Вот увидите, так и будет, да? А вот те, кто реально сидел по спецприемникам, по тюрьмам, по колониям, да? Кого избивали, да? Кого унижали вот эти вот самые вот эти люди, которые лайкуют сейчас вот эти комментарии. Которые говорят, да, ваш Навальный там, да? Которые получали деньги из бюджета, которые разжигали эту войну. Вот они сейчас будут говорить про себя, какие они благородные, чистые, как они всегда были против Путина, против войны. И какие они сейчас молодцы.